Бананчики! Банановый скандал разгорелся во вторник в Елизовской школе номер 7. Ученики сняли видеоролик о том, что детям раздали неспелые зелёные плоды. Это видео родители прислали в редакцию Массмедиа Камчатка. Пост быстро собрал большое количество комментариев. Одни возмущались тем, что детям в школе дают несъедобную пищу, другие не увидели в ролике ничего страшного, третий негодовали от поведения самих детей, мол, нельзя так обращаться с едой. Ситуацию в среду прокомментировал руководитель управления образования Елизовского района Сергей Варушилов. С ним в прямом эфире связались ведущие утреннего кипяток-шоу на радио Камчатка. Одно из коробок оказалось несколько зелёных бананов. С них сняли пробу, они оказались сладкие, то есть как бы по нормам, по правилам зелёные бананы давать не запрещено, но дети подходили, меняли бананы, если их не устраивало, то есть то, что он зелёный, они подходили, у поваров их меняли. Самому поставщику претензию написали, то есть чтобы, во-первых, лучше проверяли партию, которую отправляют, чтобы школа уже не теряла лицо, скажем так. Ну и школе, собственно, тоже дано распоряжение о том, чтобы, во-первых, зелёные бананы больше не давали, орг выводы сделаны. В комментариях подписчики спрашивали, почему нельзя было дать эти бананы школьникам позже, когда плоды дозреют. В этот день в меню были бананы, то есть перенести, вот там было предложение, там через 3-4 дня эти бананы раздать. Например, через 3-4 дня бананов уже нет в меню. Ну и пошли, грубо говоря, на свой страх и риск на раздачу, вот так как количество бананов у нас практически строго определено. То есть не было возможности там через 3-4 дня эти бананы отдать или там перенести, например, всю раздачу бананов через 3-4 дня, потому что жёлтые, например, уже начали бы темнеть. Тогда ещё бы пост сразу у нас появился. Да, был бы другой пост. А сейчас, знаете, дети современные, им зелёный банан в рот не клади, они сразу ролик снимут и всё расскажут. Я об этом же. Я ребёнка тоже не критикую. Понятно, что у него была своя реакция, он там с юмором, со смехом решил это всё обыграть. Ну, опять же, повторюсь, как бы здесь все, кто не доработал и кто попытался выйти из этой ситуации с минимальными потерями, как бы сделаны замечания. Напомним, что написать в нашу редакцию можно с помощью специального бота. Ссылку на него можно найти в описании телеграм-канала МассМедиа Камчатка.